Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Агабешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Подарки городу в виде парков и скверов. Строющиеся объекты проинспектировал глава курорта. Открыться они должны уже 21 ноября, в день города Сочи. Самокат за 100 рублей. В Сочи открылся городской сервис проката самокатов. Взять в аренду двухколесный транспорт можно через специальное приложение. Они раскрывают каждое второе преступление в сфере общественной безопасности. Участковые и уполномоченные полиции отметят свой профессиональный праздник. Нерасшифрованная. Сегодня в Сочинском художественном музее открылась выставка кубанского художника Сергея Яшина. Полотна посвящены манускрипту Войнича, над разгадкой которого работают ученые-археологи. Глава Краснодарского края провел традиционный час контроля. Вениамин Кондразев проверил, как в регионе выполняют его поручения. На совещании губернатору доложили, в каких муниципалитетах не выполнили в срок поставленные задачи. Так, в Брюховецком районе не успевают сделать капитальный ремонт в Доме культуры и школе. Деньги на это выделили из краевого бюджета. Однако подрядчик затянул работы. Во время совещания глава муниципалитета пообещал, реконструкцию соцобъектов закончат до конца года. Есть вопросы у контрольного управления и Кустловинскому району. Там не могут решить, что делать с заброшенными зданиями. Три года назад муниципалитет попросил краевую власть передать их для реконструкции. По планам там должны были сделать детский сад и школу, однако к работам так и не приступили. Со временем здания стали ветшать и восстанавливать их уже просто нерентабельно. При том, что в районе высокая потребность в образовательных учреждениях. Время вы упускаете. Знаете, у вас там есть отговорка. И вот на школу тоже отговорка. Только отчитываемся, что детский садик, как передали, простоял полтора года. Школа стоит тоже, не понимая, насколько лету, такая непригодная. Тогда или сносите, или реконструируйте. Ну что-то делайте. Сотрясаем воздух и ищем оправдания своей бездетельности. Должна быть активность. В первую очередь глав муниципальных образований. А мы эту активность максимально подхватим и поддержим. Не начнем движение. Не начнем двигаться. И ничего не будем иметь. Однако нередко муниципальная власть не может в одиночку решать наболевшие проблемы. В таких случаях к вопросу должны подключаться краевые чиновники, считает Вениамин Кондратьев. Руководителям профильных ведомств губернатор советует не засиживаться в кабинетах, а выезжать даже в самые отдаленные районы Кубани. Коллеги, вы ездите в районы. Неконтрольные управления, они малочисленные. Но вы, у вас армия, у вас свои управления в муниципальных образованиях находятся. Но туровед – это средство того, что, коллеги, вами не делается, если по большому счету. Вот я сквозь единственный его доклад по любому вопросу. В целом боюсь, что эта система только в кавычках везде. Еще раз подчеркиваю, ездите там, где люди живут, простые. Пройдитесь по этим улицам. Посмотрите вокруг, справа, слева, что происходит. И поймете, что нужно делать. Еще один вопрос, который затронули на часе контроля – о выделении земельных участков для многодетных семей. Как напомнил Вениамин Кондратьев, в первую очередь, это зона ответственности районных глав. За последние семь лет землю для строительства домов получили больше 14,5 тысяч семей на Кубани. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. На Кубани официально запустили производство мальтодекстрина – в народе крахмального сахара. Завод в Гулькевичском районе полностью закроет потребности России в этой пищевой добавке. Дальнейшие планы по развитию промышленного предприятия Вениамин Кондратьев обсудил сегодня с руководством Гулькевичского крахмального завода. Сегодня основное его направление – переработка кукурузы. Новейшие технологии и оборудование помогают получать из золотого зерна качественную продукцию. Четыре вида патоки – глютен и корм. Теперь производители намерены заполнить российский рынок мальтодекстрином. Планируется, что завод нарастит объемы до 28 тысяч тонн в год. Возможность производить мальтодекстрим сегодня в нашем крае делает ваше предприятие стратегическим. Не только для нашего региона, но и, наверное, для всей России. Потому что, во-первых, вы его производите из нашего отечественного сырья, а, во-вторых, вы сегодня единственные. Поэтому это принципиально то, что такое производство в России появилось. Это по-настоящему то самое импортозамещение, о котором мы говорим. А мы еще с подчеркиваем максимально готовы помогать вам во всем, в чем нужна наша помощь. Чем богаче вы, тем богаче и будет район, и город, и край биоусловно. Я с уверенностью могу сказать, что качество продукции великолепное. И рынок покупает наши продукции. У нас идет заполнение производства. Я думаю, что мы уже в первом квартале следующего года выйдем на полную загрузку предприятия по этой линии. Соглашение о расширении производства Гулькевичского завода подписали на инвестиционном форуме в Сочи. Мальта Декстрин широко используется в пищевой промышленности всей страны. Российский рынок потребляет около 35 тысяч тонн в год. Пищевую добавку до этого поставляли из Китая и Европы. Уже завтра в Сочи стартуют праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города. А сегодня мэр Сочи Анатолий Пахомов провел организационный комитет по подготовке торжеств. А накануне побывал в разных районах курорта, где для жителей к открытию готовятся подарки, места для отдыха и прогулок. Новые скверы появятся во всех районах Сочи, в том числе и в самом отдаленном Лазаревском. Самые крупные на Мацесте сейчас там ведутся масштабные строительные работы. Часть парка подрядчик обещает сдать к Новому году. Ход работ лично контролирует глава города Анатолий Пахомов. Решено ко дню города облагородить 500-метровую прогулочную зону. Появится новая набережная вдоль реки. Я же поэтому и говорю, что главное нам это как раз и есть набережная, велосипедная дорожка. Теперь так и будут ходить, потому что это действительно такой подарок. Ну да, будет хорошо. Спасибо вам. Если бы вы нас не поддержали, этого бы не было. Обустраивается новый сквер и в районе Кассея. Тоже благодаря реализации проекта формирования комфортной городской среды. Раньше там отсутствовали тротуары, бордюры, ограждения. А сейчас благоустраивается зона отдыха для самых маленьких. Будет освещение, видеокамеры, безопасность и комфорт. В Адлере на улице Лесная 7 тоже готовится подарок жителям ко дню города. Это аллея, место отдыха и прогулок в микрорайоне Блинова. Глава города требует от подрядчиков более интенсивной работы. Нам надо усилиться для того, чтобы все реализовать. Но уверен только в одном – все мы сделаем. И самое главное, что у наших жителей появится 4 замечательных сквера, которых они очень хотели в городе. И у наших жителей появятся 12 хороших дворовых территорий с детскими площадками. Ко дню рождения города, напомнил глава Сочи, все дворы, улицы, парки и скверы должны выглядеть привлекательными. Сегодня на заседании оргкомитета он еще раз напомнил о необходимости ускориться подрядчикам, которые благоустраивают зеленые зоны. И ко дню рождения города сделать жителям достойные подарки. Осень – это и пора дождей, но это не будет причиной. Я понимаю, что и подрядные договора написаны там не к дню города, а как положено в декабре они должны заканчиваться. Но тем не менее, были человеческие обещания. Их надо выполнять. Потому что подарки для наших жителей, они должны быть. Что касается непосредственно самих торжеств, то в праздничные дни их будет очень много. В храме Михаила Архангела 21 ноября в 8 часов утра пройдет праздничная литургия. 22 ноября в Зимнем театре торжественный прием главы Сочи. 23 ноября там же чествование выдающихся сочинцев, подведение итогов конкурса «Сочинские мастера» и городского осмотра конкурса «Чистый дом, красивый город». 24 ноября площадь Флага станет территорией молодости, энергии, драйва, спорта и свободы. А на площади у памятника Островскому начнет свою работу программа «Душевный Сочи». Мастер-классы для молодых мам, клубы по интересам для пожилых людей, флешмоб и даже съедобный подарок для горожан «Гранд Пицца» по-сочински. Очень интересная в этом году эта новая площадка, площадь Узимнего театра, где состоится фееричное музыкальное шоу со спецэффектами, с фаер-шоу, с лазерным шоу. Здесь выступят и звезды российской эстрады, и свои произведения представят хор Краснодарского края, который победил в битве хоров. Это певица Сьюз. Одним словом, праздничное настроение будет во всех точках активности, и не только в центре Сочи, но и во всех районах курорта. Программа мероприятий размещена на сайте администрации города. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Свои подарки городу сделали и сами горожане. В течение года общественники облагораживали свои дома, дворы, подъезды, озеленяли придомовые территории. Пришло время подводить итоги. Городские назовут в день города в Зимнем театре. А пока лучших домкомов, тосовцев и даже дворников определяют в районах. Итоги конкурса «Чистый дом, красивый город» подвели в Хостинском районе, который стал самым благоустроенным по результатам прошлого года. Переходящий кубок хостинцы планируют оставить у себя. Для этого местный актив целый год работал сообща с администрацией. Здесь не просто озеленяли дворы и ремонтировали подъезды, а благоустраивали целые микрорайоны. Сегодня покажем презентации по каждой номинации. Вы посмотрите, мы-то были на территориях, чтобы понимали, каждый здесь присутствующий. Выезжали мы комиссионно, были в каждом дворе улицы, территории, которые здесь на презентациях уже красиво оформлены, предложены. Только теперь, чтобы вы увидели, что хорошего за год сделано в Хостинском районе вашими руками и нашими усилиями. И хотели, конечно, сказать за это вам большое спасибо. Среди награжденных и домкомы, и тосовцы, и управляющие компании. Самых активных и небезразличных к внешнему виду города определили в каждой из 12 номинаций. Буквально за два месяца осенних мы посадили 160 роз. Есть, так сказать, плоды нашего труда. Вот эвкалипты мы сажали два года назад. Сейчас эвкалипты уже под три метра. То есть ситуация такая, сказать, в микрорайонах наших складывается в лучшую сторону. То есть люди стали, на самом деле, ответственно относиться к своим обязанностям. То есть люди стали следить и за санитарным состоянием. Глава города лет 10 назад все призывал, так сказать, наших людей. И, как бы, ну, призывал, как бы, изменить менталитет. Менталитет сочных соотношений, да, и к имуществу, и к предамым территориям. И я хочу сказать и заметить, что на самом деле сдвиги есть. Сдвиги есть в положительную сторону. Построили у нас сквер прекраснейший, красивейший на Бытхе. Сейчас вот на Мацесте строится сквер. На Фабрицисе построили. То есть люди уже стали осознавать, что это ихний, что надо это беречь и относиться со всей, так сказать, ответственностью. Большое внимание общественники уделяли и своим домам, так называемым входным группам. Многим помогали управляющие компании, как, например, в многоэтажке на Пятигорской. Сегодня подъезд у нас практически ремонт законченный. Жители довольны. То есть конструктивный диалог получился между всеми действующими лицами. Считаю, что конкурс – это интересная практикующая составляющая для всех. Сближение, так как и управляющих компаний, так и жильцов. Потому что интересы, цели одинаковые. Привести дом в соответствие, привести в надлежащий вид, чтобы было красивее, чище. Актив района собрали и в Лазаревке. Здесь наряду с домкомами и управляющими компаниями отметили глав сельских округов и председателей сельских комитетов. Участие в конкурсе по благоустройству территории Сочи приняли и в самых отдаленных уголках курорта. Сегодня вы увидите вот те результаты, которые прошли или мы получили в течение вот этого года. Потому что с каждым годом появляются у нас новые места, благоустроенные. Мы не останавливаемся на достигнутом. Я, конечно, призываю сегодня всех вас уже начинать готовиться к нашему районному этапу, который будет в 2019 году. Продумайте, все номинации практически не меняются. Продумайте, что можно сделать в своем дворике, что можно сделать во дворе многоэтажного дома, что можно сделать просто на улице, на которой мы живем, чтобы она была привлекательной. В первую очередь для наших жителей, для нас мы там живем, ну и, конечно же, для наших гостей. В этом году в Лазаревском районе обновились десятки дворовых улиц. Работы продолжаются и сегодня. Буквально накануне, рассказывают жители домов на улице Павлова, эта дорога была в ямах и колдобинах. Уже сегодня она полностью заасфальтирована. Можно только полюбоваться тем результатом, который буквально за полдня был совершен. Было совершено чудо. Дорога хорошая, ровная, гладкая. Много благодарностей от жильцов нашего дома, соседних домов. Отремонтирован также водосток, который был слегка разрушен, расчищен. И теперь вода свободно уходит с нашего участка. И заасфальтирован участок возле мусорных контейнеров. Участников такой инициативы городских властей с достижениями поздравят и на подведение общегородского конкурса. Благодарности сочинцам лично вручит глава курорта в День города. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Владимир Киселев, Арак Таян, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Семнадцатого ноября в Сочи переменная облачная с временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 11-13 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом, команда профессионалов, которой стоит доверять. Проезд по автомобильному мосту через реку Чахцусыр, который рухнул в среду в селе Нижняя Шиловка, восстановят через 2-3 дня. На месте аварии ведутся работы по обустройству временного проезда. Трубы уже уложены, устанавливаются опоры. В работах принимают участие 26 человек и 11 единиц техники. Старый полуразрушенный мост будет разобран и затем восстановлен. 70 лет на защите интересов организации и тех, кто работает. Кубанские профсоюзы отмечают юбилей. Представители объединений из разных районов собрались в Краснодарской филармонии. В концертном зале гостям показали документальный фильм о создании организации правозащитников труда. В послевоенные годы членами профсоюзов Кубани стали 350 тысяч человек. Сегодня их почти втрое больше. Лучших наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. От имени губернатора региона его заместитель Анна Менькова поздравила профсоюзников, отметив, что сегодня они успешно решают остросоциальные задачи, заложенные предшественниками базы, помогают в работе и сегодня. От себя я хочу вас всех поблагодарить, поздравить, поблагодарить за совместную работу на протяжении этих трех лет. Сегодня у Светланы Викторовны Бессараб есть серьезный фундамент, есть хорошая прочная опора, ей есть на кого равняться. Тем членам профсоюзов я хочу пожелать здоровья и благополучия. Вы действительно сегодня печетесь о том, как живет человек труда на Кубани. Но и в ваших семьях должно быть тепло, и на вашей работе должно быть комфортно. Я вам желаю всех-всех благ. Стабильные зарплаты, рабочие места, защита здоровья на производстве – это главное направление деятельности профсоюзов. Кроме того, они предоставляют своим членам льготные путевки в здравнице и проводят обучающие семинары. А 17 ноября свой профессиональный праздник отметит участковые и уполномоченные полиции. По статистике, именно они раскрывают каждое второе преступление в сфере общественной безопасности и около четверти по линии криминальной полиции. О буднях участковых микрорайона Макаренко. Татьяна Говоркова. Рабочий день старшего участкового микрорайона Макаренко Ахмата Абитова начинается с записи заданий, которые он получает от своего начальника. Список дел немалый, а главное – ответственный, ведь обойти нужно десятки домов, а это тысячи людей. И каждому нужен определенный подход. Мало того, никогда не знаешь наверняка, что может случиться в любую минуту. Вникаешь в судьбу каждого человека, независимо от проблемы. А у каждого человека проблема разная, и каждый хочет, чтобы помогли индивидуально. Недавно была ситуация, обратились жители, позвонили в дежурную часть, что некий гражданин в кинотеатрах в неадекватном состоянии, с предметом, похожим на нож, бегает по дворам. Мы с сотрудниками, вместе с участковыми, с сотрудниками уголовного розыска выехали туда. В микрорайоне Макаренко проживают более 55 тысяч человек, и нагрузка на сотрудников службы участковых в местном пункте полиции весьма тяжелая. Ахмат Владимирович отмечает самое ценное в службе – коллектив, который всегда готов оказать поддержку. Дружеские отношения проявляются не только среди своих сотрудников, но и представителей других правоохранительных органов. Во время службы, находясь на каких-то мероприятиях по охране общественного порядка, мы встречаемся с разными людьми, с разных городов. Даже будут они сотрудниками полиции, будут они гражданскими лицами, и можем даже обменяться чем-то, поинтересоваться, как у них происходит что-то. Пригласить работать в город Сочи, потому что таки город Сочи провел Олимпиаду, и это очень приятно здесь работать-то. В службе Ахмат Абитов с 2007 года. За многолетний добросовестный труд он награжден знаками отличия и десятками почетных грамот. Но самое главное – это признание самих жителей микрорайона. Домкомы и представители ТОСов регулярно поддерживают с ним контакт. Нашему дому очень повезло, его все любят, он практически знает про каждого жильца нашего дома. Если кто-то появился новый, он мне обязательно позвонит, я ему обязательно сведения все передаю. Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Только в центральном районе участковыми рассматриваются тысячи сообщений о происшествиях. Кроме того, участковые принимают активное участие в охране правопорядка во время проведения в городе мероприятий различного уровня. Кстати, в эту субботу участковые уполномоченные полиции отметят свой профессиональный праздник. В этом году исполняется 95 лет со дня образования службы. От своего лица, от сотрудников пункта полиции Макаренко хотел бы поздравить всех сотрудников службы участковых уполномоченных с этой большой датой. Пожелать им здоровья, семейного благополучия, карьерного роста и успехов в работе. Основу службы участковых уполномоченных всегда составляют преданные своему делу люди. Другие здесь просто не сработаются. Работа эта интересная и многогранная, и в отделах полиции всегда рады новым сотрудникам. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. А участковые со всего края приехали сегодня в Краснодарский университет МВД. Там состоялся их ежегодный съезд перед открытием собравшихся. С профессиональным праздником поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Ваша служба, я уже говорил, она на передовой. Вы первыми должны и это делаете, приходите на помощь в случае беды. Вас первых зовут на помощь, кто бы что ни говорил о полиции, кто бы что ни говорил о участковых. Всегда набирают номер 02. Вы первыми понимаете изначально те процессы, которые происходят в обществе на самом-насамом зародыш. Потому что общаетесь с людьми, с простыми людьми. И ваш профессионализм вот здесь, как никогда, за 95 лет, лицом к проблеме доказал то, что мы сегодня никаких серьезных потрясений в Украине не имеем. Это залог стабильности и успеха, и дальнейшего развития. И в целом развития региона, ну и конечно развития в целом гражданского общества. С праздником, коллеги, удачи, успехов во всем. В Краснодарском крае на сегодня службу несут почти 2000 участковых уполномоченных. И благодаря их работе выявлено около 70 тысяч административных правонарушений. К слову о полиции. Госавтоинспекция Сочи просит водителей почтить память погибших в авариях людей. Ежедневно на автомобильных дорогах происходят тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет огромное количество людей. В Сочи за 10 месяцев текущего года произошло 401 ДТП, в которых погибло 55 человек, и 516 получили ранения различной степени тяжести. В масштабах всей страны количество аварий достигает сотни тысяч. Чтобы привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма, почтить память погибших в ДТП людей и выразить соболезнования членам их семей, с 2005 года. Каждое третье воскресенье ноября во всем мире проходят памятные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню памяти жертв ДТП. В этом году оно пройдет 18 ноября ровно в 6 часов вечера. ГИБДД Сочи просит всех водителей в это время всего на одну минуту остановить автомобиль и включить сигнал аварийной остановки. ГИБДД Сочи Международный аэропорт Сочи признан лучшим региональным аэропортом России. Это уже вторая по счету награда в номинации лучший региональный аэропорт премии мирового значения Business Travel Awards. Она ежегодно присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового туризма. В последний раз Международный аэропорт Сочи завоевывал эту награду в 2016 году. В этой же номинации претендентами на победу были Международные аэропорты Владивосток и Краснодар. Отмечу, что ежегодно ВИП-терминал и бизнес-залы Международного аэропорта Сочи обслуживают около 200 тысяч пассажиров, обеспечивая высокий уровень сервиса и комфорта. Нерасшифрованная сегодня в Сочинском художественном музее открылась персональная выставка живописи и графики кубанского художника Сергея Яшина. Автор представляет на суд зрителя 20 холстов и предлагает раскодировать заложенный им в картинах смысл. Полотна из цикла «Нерасшифрованная» посвящены известному манускрипту Войнича, над разгадкой которого работают ученые-археологи. В целом это иллюстрированный кодекс, написанный предположительно в первой половине 15 века неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Это, представьте себе, 800-страничный труд, написанный в 14 веке. Весь состоит из средневековых миниатюр и совершенно загадочных и удивительных текстов, которые до сих пор не расшифрованы. Я брал прям конкретные кусочки из фрагмента этой книги, перерисовывал их, переписывал и как бы дополнял уже своими мыслями, какими-то своими идеями. В какой-то момент жизни я почувствовал, что мне мало просто рассказывать и повествовать о природе, писать пейзажи или натюрморты. И мне захотелось как-то копать в глубину, внутрь каких-то процессов. Все холсты пропитаны какой-то тайной, которую каждый человек бы мог увидеть и расшифровать сам для себя. Яшина отличает особая техника письма и смелые цветовые сочетания. Миссия художника – вырвать зрителей с повседневности за счет образов и энергии, которые сконцентрированы в полотнах. Сам же автор, отмечают искусствоведы, благодаря серии работ «Нерасшифрованная» перестал бояться быть непонятным. Вход на вернисаж свободный. Выставка будет работать в художественном музее до 9 декабря. И на сегодня это все. Новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...